Привет, друзья, подписчики мои! Сегодня мы сравним Prime Apocalypse против Чо Зет Спрайзена. Дело в чем? Почему такая именно битва? Я бы такую битву, наверное, никогда бы и не придумал. Но в чем прикол? В том, что я записывал ролик, я тестировал Апокалипсер от какой-то компании китайской, и Спрайзен дико вообще лихо его раскатывал. И я подумал, а ну раз, причем там прям подряд несколько раз взорвал его, я подумал, а что если сразить оригиналы? То есть там были подделки, хотя по сути очень хорошо скопировано Prime Apocalypse, ну и Спрайзен тоже хорошая подделка. Вот, и я подумал, а что если Спрайзен реально может одолеть Апокалипсер и взорвать его? Давайте проверим эту теорию. Вот тоже опять, ты слишком много болтаешь, делай битвы, come on! Делай битвы, давай распаковки, делай распаковки, ты много болтаешь. Вы там уж сами определитесь, ребятки, потому что я считаю, что объяснить суть ролика за 10-30 секунд это не такая большая проблема и большая болтовня. Вот, поехали. Бейблейдор и ребёнок! Так, выбивание с ринга. Здесь мы не ведём никакого подсчёта очков, кто выиграл, кто проиграл, но вот сейчас мне показалось, что Апокалипсис, ну, встал на такую скорость, какую дорожку. Так, хорошо, хорошо. Давай ещё раз, ещё раз. Наша цель ролика сегодняшнего именно взорвать Апокалипсиса Спрайзен. Вообще, возможно ли это или нет? У меня Апокалипсис в компании Токаратоми только один раз взрывался. А запускал я его часто, и он в большинстве случаев, как видите, проигрывает. Давай ещё раз, попробуем его первым запустить сейчас. Вбёрст! Вбёрст! Я считаю, что нужен чёткий удар. То есть, чтобы прям чётко было. Нет, не хочет, да? Не так, как подделка, хотя у Спрайзена постоянно открываются его штуки. А что если мы сделаем вот так? Просто проверим одну теорию. Вот так вот он вращается. Да, получай! Да! Нет, только выбивание происходит. Ладно, хорошо. Давайте будем пробовать более стандартными, так сказать, методами. Ой, не прокатилось. Сейчас, секунду, соряночек. Вбёрсту! Бэйблей! Ну, вот понимаешь, что происходит? Выбивание. То есть, Спрайзен реально может выбить с ринга Апокалипсиса. Апокалипсис, на самом деле, фуфло полное. Такой слабак. Послабее, чем даже Веном Диаболос. Хотя у него и ребут. О! Видимо, он услышал и обиделся, и выбросил Спригана. Но это всё равно не показатель победы. Это ничего, ни о чём. Дальше играем. Бёрсту. Бэйблей! Что я и как читал? Кто из вас подписчики меня вспоминает? Напишите об этом мне в ВКонтакте. Или в Инсте. Нет, всё-таки не может, друзья мои. Не может, как бы я не старался. Ну, то есть, если, конечно, я проведу тысячу битв, конечно. Теория вероятности, конечно. Но вот так вот. Потому что с подделкой там очень просто. То есть, он там буквально на второй раз уже взрывал Апокалипсиса. Здесь такого не происходит. Следовательно, мы делаем вывод. Что, ну, оригинал лучше. Это естественно и понятно, что оригинал лучше. Но я всё-таки думал, мало ли, какой-то есть чит-код. Представляешь, как прикольно, что Токаро Томи настолько круто сделали данный Бэй, что да, он может взорваться. Но именно Спрайзен может его взорвать постоянно. Вот это круто. И уже вам надо будет креативить самим, чтобы, типа, как мне так собрать Апокалипсиса? Как мне так его запустить, чтобы меня не взорвал Спрайзен какой-то? Да, чё с это? Вот, ну, понятно. Значит, короче, это просто сделано плохо подделка. Всё понятно. Я просто реально думал, что, может быть, у Спрайзена есть секретный приём, типа, как у Астерикса и Абеликса. Но нет, не взрывается Апокалипсис, и это глуповатая игрушка. Бэйблэйд, я считаю. Мёрз! Причём, причём... Да, понятно, всё, тормози. Понятно. Причём, в чём прикол? Что Токаро Томи именно на Чо Зет Спрайзене... Ну, там был Волтер Экс, Спрайзен и Ахиллес. И они остановили, как бы, выпуск Чо Зет, потому что людям не понравилось, что открывают закрылки. Хотя я так понял, что идея была... Ну, все Бэй так сделать, и идея была не в том, чтобы он не смог взрываться, а в том, что... Ну, просто дополнительные крылышки открываются или ещё что-то. Ну, короче, не знаю. Ну, мне эта тема не особо зашла, но Волчки, я считаю, что Чо Зет, Волтер Экс, Ахиллес, Спрайзен, это одни из лучших БФ, которые были сделаны Токаро Томи. Да, они были своеобразные, но, в принципе, у Ахиллеса уникальные детали. Уникальные... Да, уникальные... Да, у Волтер Эка тоже уникальные, по-моему, детали. Да, и Спрайзен. Ну, Спрайзен-то Спрайзен, но всё равно крутой. На этом всё, ссылок, подписывайтесь на канал, с вами был следующий, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.